ну что ж друзья большое спасибо что посмотрели первую часть поставили достаточное количество лайков ставьте также лайки под этим видео я вкратце вам объясню что ждет просмотре какой просмотр вас ждет задал пару провокационных вопросов человеку который отвечает за построение бизнеса сяоми на территории россии вопросы эти были связаны непосредственно с посылками которые были задержаны в конце апреля 2017 года и скажем так обратно таможни возвращались на территорию китая что же он ответил вы посмотрите дальше ну а сейчас я хотел бы вам дорогие любители халявы сказать что у вас осталось всего неделя купить кое-что в китае по высокому кэшбэку и в связи с этим хочу вам напомянуть всеми рекламируемый сервис вы понятное дело знаете что это ladieshops.ru ему исполняется кстати три года будет ссылка в описании ровно сегодня прошло до 3 года как работает данный сервис на территории интернета на территории всех стран кто им пользуется так вот осталась неделя когда на алиэкспрессе будет кэшбэк уже ниже чем он существует сейчас после алиэкспресса и людей которые занимаются вот этим всем организации бизнеса по кэшбэку они собрались и не так но не так давно постановили о том что кэшбэк будет снижен потому что ну может быть они пожадничали платить такое количество денег если вы хотите поучаствовать в конкурсах розыгрышах и призах но вы же хотите правильно ссылка будет в описании покупать здесь в россии гарантия с нашим прошивку и я если вы приедете в китай покупаете товар там получите сам привозит в россию это можно вы заказываете из китая через потом алиэкспресс мы запрещаем ну нет мы запрещаем на таможне чтобы отпускать вот эти товары то есть ситуация никак не разрешится в пользу покупателя а там вот тактуются что якобы будут подавать суды и люди там что нарушаются там конституции российской фирмы нет потому что те товар которые из китарики заказываете есть много нюансов первое гарантии нет здоровье а это продукты с прошивкой китайской внутренней страны также вы не можете получить иногда с обновлением для проблем вот не но это бог с ним у нас есть опада как вы знаете там умельцы сидят такие что могут перепрошить любой телефон нет то есть любой компания все мы считать будет не санкционированно везенный как контрафакт товара на территории российской федерации будет под запретом даже для частных лиц то есть мы сейчас запрещаем только через платформу алекс пресс пока что да вы сейчас я не знаю я думаю что вы можете купить телефона но я не знаю каким образом они возят сюда в россии потому что мы сейчас там очень активно мы работаем с китайцы мы запрещаем многие вот эти все перевозки не скидают товар так что я очень сомневаюсь что через какое-то время у них на складе еще в наличии будут какие-то продукты я понимаю но смысл в том что фактическая разница между тем что представляет компания smart orange и ее дистрибуция на гитрой россии на 30-50 процентов дороже чем предлагают интернет-площадки китая мы сейчас алиэкспресс вообще уберем помимо алиэкспресса торгуют же и на тау-бао торгуют потому что в россии в первую очередь есть 18 процентов налог это мечтает возле нас еще любая работа с сетями допустим берем амбитю у них есть отрочек от владежи 180 дней данный продукт это теннишный расход в любом другом случае если вы считаете что это полный зашквар пишите об этом в комментариях в любом другом случае обязательно ставьте лайк для того чтобы я стремился делать ролики как можно чаще конечно же огромный всем привет подписывайтесь на канал обязательно жмякайте колокольчик потому что это очень сейчас важно для того чтобы видео ранжировалась в ютюбе более более качественно ну и в принципе на этом наверное все в общем старые добрые разговорные видео по ходу дела возвращаются потому что потому что это круто пока и 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 в